Привет, друзья! Меня зовут Марк, вы на канале Бабки на Крипта, и это канал по заработку на криптовалюте. Сегодня у нас на обзоре проект, который называется League of Kingdoms, или по-другому можно его перевести как Лига Королевств. Об этом проекте мы уже снимали ролик, 226 просмотров было, 6 дней назад он выпущен. Набрали мы 23 лайка, в целом это достаточно неплохой результат. Я вижу, что контент в принципе вам зашел, и можно продолжать снимать по данному проекту дальше ролики, и показывать вам как вообще развиваться в данном проекте, и как на нем можно зарабатывать. В общем, сегодня я вам покажу, как можно раскачать свой замок максимально быстро, на чем сделать акцент, на что обратить внимание вообще при раскачке своего аккаунта в данной игре, что раскачивать в первую очередь, что во вторую. Опять же, это все мой опыт, мои наблюдения. Не воспринимайте это как за чистую монету, так скажем, за истину. Все-таки тестируйте, экспериментируйте по-своему. Ну, предварительно, конечно, я вам рекомендую подписаться на наш YouTube-канал. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и жмите обязательно в колокол, чтобы точно ничего не пропустить. А мы давайте будем приступать, ведь мы уважаем ваше время. Итак, друзья, о проекте мы уже, как я уже сказал, снимали ролики. В общем, там больше был обзор, пробежались по вкладочкам, по всяким кнопочкам. Вы можете на него зайти, посмотреть, изучить больше именно как взаимодействовать в игре, вот с этими, со всякими вкладками, кнопками, менюшками. Там, в принципе, я все довольно-таки подробно описал. Можете зайти, посмотреть и все изучить. Сегодня же мы будем разговаривать непосредственно о раскачке своего аккаунта, раскачке своего замка, как это правильно делать и на чем сделать акцент. В первую очередь, друзья, хочется отметить, что при раскачке своего замка вы можете использовать вкладочку квестов, где есть основные квесты, проходя которые вы, в принципе, будете плюс-минус его грамотно и, как бы так, постепенно развивать. Я же пошел немножечко по другому пути, как говорится, придумал себе проблему и начал ее решать. И начал раскачивать непосредственно замок по какой-то своей, как говорится, технологии. Пока вот здесь есть какие-то возможности что-то купить. Нет, здесь ничего покупать не будут, слишком дорого это все стоит. Здесь можно пока забрать сундук, мы его заберем, пока говорю. Соответственно, начинайте раскачку самого замка, потому что здесь все между собой связано. Если вам нужно, к примеру, апгрейдить какое-то здание, допустим, ту же самую, допустим, рыночную площадь, то, чтобы его апгрейдить, нужно заготовительный цех заранее, чтобы был апгрейден. Чтобы был апгрейден заготовительный или заготовительный цех, нужно, чтобы замок был 11-го левела. Видите, здесь такая закольцованность есть, и это везде проявляется таким образом. Соответственно, чтобы все было равномерно, нужно идти от обратного. Соответственно, у нас есть замок, после замка, у нас есть три основных, как говорится, ветки развития. Это производство ресурсов и это оборона, атака и воинство. Соответственно, мы должны раскачивать в первую очередь производство, добычу ресурсов, это лесозаготовительный цех, это каменоломня, это золотая шахта, это у нас ферма. Соответственно, мы должны их раскачивать, чтобы когда мы будем раскачивать уже бараки, у нас не было проблем, нам не хватит левелов на раскачке фермы. Допустим, чтобы барак раскачать, необходимо, чтобы был замок раскачен и раскачена была ферма. И это, как по мне, логично. Вы не сможете раскачать барак без того, как у вас раскачана ферма, потому что вам нужны продукты, питание для своего, как говорится, войска, для своей армии. Это здесь максимально все логично сделано. Если пробежаться по моей карте, у меня, кстати, сейчас замок прокачивается до 13 левела, у меня замок идет впереди всех основных построек, которые здесь есть. Ну вот госпиталь, допустим, академия у меня, рыночная площадь, хранилище, сокровищница, у меня все, в принципе, прокачано. Ну, отступ 1-2 левела, это как бы не критично, это немного, там, ни 5, ни 10 уровней, да. Если мы возьмем с вами основные настройки, то у меня, к примеру, каменоломня там 12 левела прокачана, шахты 11 левела, фермы 12 левела прокачаны. Но, опять же, не все фермы, а конкретно вот эта ферма. Здесь есть еще 2 фермы, которые 10 левела, в принципе, я пока на 10 левел все закрыл, и, в принципе, комфортно, так неплохо получается. Собираются ресурсы нормально, плюсом я выхожу в поле, собираю еще ресурсы еще и там. Ну, допустим, я хочу апгрейдить академию. Для чего нужно академию апгрейдить? Для того, чтобы мы смогли с вами развивать, ну, ветви развития, так скажем. Это боевое и это производственная ветка. Соответственно, вы должны все раскачивать по максимуму. У вас есть ветка боевая, где здесь есть ваша армия, нужно ее, конечно же, раскачивать. Есть производственная ветка, раскачав которую вы будете получать просто больше ресурсов, больше продуктов питания. И, как бы, гораздо проще у вас будет происходить, в принципе, процесс раскачки своего замка. Потому что, если вам не будет хватать ресурсов, вам необходимо их будет брать в своем инвентаре. Как бы, я крайне редко пользуюсь всеми своими ресурсами, которые у меня здесь есть. У меня их много, но я ими пользуюсь крайне редко. Стараюсь, как бы, больше проявлять участие в игре, играть, заходить там на поле, собирать там ферму, собирать там камни и все остальное. То есть, для того, чтобы у меня все равномерно развивалось. Соответственно, друзья, я вас призываю к тому, чтобы вы также аккуратно и все равномерно это все, это дело раскачивали. Соответственно, если вы раскачали замок до 13 левела, пусть у вас хотя бы академия будет 10, пусть у вас хотя бы госпиталь будет там 11-12 левела. Пусть у вас будет в целом производство ресурсов хотя бы на 10 левеле. Тогда вам будет комфортно. Вы там на задний насобирали за 2 дня, зашли в игру, собрали эти ресурсы. Вы сможете что-то апгрейдить дополнительно с крафт. Давайте каменоломню раскачаем еще выше. Видите, в принципе, здесь все максимально просто делается. Вы начинаете, к примеру, раскачивать каменоломню. Далее, чтобы это все было, процесс был быстрее, вы нажимаете на кнопочку Boost. И, соответственно, у вас есть определенные бусты по времени, когда вы можете, к примеру, вот этот час, чтобы не ждать, чтобы побыстрее раскачаться, вы можете это использовать. В данном случае вы либо можете использовать 1 час, тогда у вас как бы, ну, полностью час уйдет, соответственно, но там еще будет 8 минут, которые просто впустую летят. Я бы вам рекомендовал делать по-другому. Если у вас, к примеру, есть час, вы нажимаете 30 минут. Если у вас минут хватает, то используйте эти минуты. Если не хватает, то используйте 5-минутное ускорение. В принципе, я вот сейчас достаточно, как бы, аккуратно все это сделал и раскачал каменоломню до 11-го левела. Далее мы раскачиваем, к примеру, барак. Ну, барак у меня здесь 12-й. Давайте, наверное, лесозаготовительный цех тоже раскачаем. В принципе, не так он много требует. Нажимаем повысить уровень, заходим вновь в него и у нас здесь 53 минуты с вами есть. Я снова нажимаю на 30, два раза по 20. Могу нажать на 5 минут и все, просто 2 минутки, они как бы улетят в пустоту. Но, как бы, поначалу это не так ощущается, но когда потом у вас будет мощный замок, да, и там пойдут уже на часы впустую будут ходить не минуты, а часы, тогда уже будет другой, в принципе, вопрос. Опять же, друзья, с этими бустами вы, как бы, не чистите, не используйте их, как бы, и постоянно, потому что они у вас в основном выпадают из квестов, из сундуков, которые вы проходите. Вот здесь вот ежедневные квесты, я специально сундуки не открывал. Вот видите, мне вот выпало здесь ресурс, во-первых, и 10 минут буст. Я, конечно, их забираю. Другой сундук открываю, вот у меня опять выпал буст. В принципе, если вы будете квесты выполнять, у вас всегда будет избыток вот этих вот бустов, у вас не будет с этим никаких проблем. Опять же, если вы не понимаете, как качаться, да, то просто используйте по квестам, идите по ежедневным квестам, проходите, старайтесь все пройти, и по основным квестам тоже старайтесь проходить. Также, друзья, по поводу ресурсов мы с вами в целом поговорили, как же качать армию, как это делать правильно. У нас с вами есть барак, можно его просто раскачать, здесь нажимаете кнопочку повысить уровень, и справа у нас здесь есть вкладочка со шлемом. Заходим сюда, и мы здесь видим, что у нас есть армия первого левела, пехота, лучники и кавалерия. Соответственно, у меня здесь тоже где-то в среднем, в районе 33,5 тысяч вот этой армии, и я ее, соответственно, обучаю. Я тоже это делаю равномерно. У меня, к примеру, есть пехота, у меня есть лучники и у меня есть кавалерия. Они, в принципе, плюс-минус, они там на полторы, на две тысячи разница у них есть. Обязательно тоже, друзья, выдерживайте равномерность, потому что, когда вы будете ходить по тем же самым, допустим, квестам, если у нас с вами есть квест истребить какого-нибудь монстра, мы нажимаем идти, и чтобы идти не одного монстра, а в данном случае раздробить свою армию, и, к примеру, отправить ее на двух разных или на трех разных монстров, тогда это будет достаточно неплохо. Смотрите, как это происходит. Мы с вами зашли на карту, по квесту мы с вами сюда отправили. У нас есть здесь вот монстр, он стоит. Мы, соответственно, нажимаем атака. Здесь это дело мы отключаем и нажимаем атака. И 11 тысяч войск у меня пошли, соответственно, пехота пошла на этого монстра. Рядышком с нами еще один стоит. Мы также само нажимаем атака и отправляем еще сюда. Находим еще одного какого-нибудь монстра, к примеру, вот этого, и отправляем третью кавалерию на этого монстра. В данном случае мы с вами за, грубо говоря, там, один заход смогли закрыть 3 квеста, ну, точнее, 3 монстров победить. Плюсом ко всему, кроме того, что вы его победили, вам необходимо еще забрать вот этот кристаллик. У вас армия его будет забирать только тогда, когда вернется. Вот видите, я, соответственно, монстра поборол, мне снова нужно вернуться за этим кристаллом, забрать его. Я снова отправляю, и как бы они пошли. Далее ищем еще каких-нибудь, к примеру, монстров. Вот еще один монстр. Но я не иду всей армии на него, хотя раньше я ходил всей, когда у меня вся армия была 10 тысяч, я ходил, конечно, целой армией на него, потому что я, ну, не смог его побороть там в одиночку, да, разбив эту армию. Вот, к примеру, у меня еще один здесь есть. Я вновь нажимаю атака, и они пошли. Я вот таким дроблением занимаюсь достаточно часто. Это, во-первых, и время экономить, время прохождения квеста в первую очередь. Вот, видите, я 2 квеста выполнил. Сразу же забираю сундук. В сундуке сразу выпадают мне ресурсы и буст. И вот это очень важно, друзья, это делать необходимо, делать нужно постоянно, проходить ежедневные квесты, 100% нужно. Поэтому, друзья, вот именно для этого и важно равномерно прокачивать свое войско, свой барак. Вот это прокачивается вот в этой вкладочке, пехота, лучники и кавалерия. Прокачивайте это равномерно, чтобы они у вас плюс-минус были все одинаковые. Также обязательно прокачивайте то же самое войско, заходите в боевые навыки, соответственно. И просто прокачивайте пехоту, HP, оборону, атаку. Соответственно, скорость пехоты я сейчас тоже качаю, в принципе. Нагрузка войск, у меня сейчас пока на это средств никаких, пока, к сожалению, нету. В принципе, друзья, вот так вот раскачивается замок. Это достаточно, как бы, быстро. Совсем не сложно в этом во всем разбираться, друзья. Опять же, пишите свою обратку в комментариях, ставьте лайки. Обязательно на этом ролике мы будем продолжать снимать по данной игре контент. На данный момент у меня 13-й левел, но у меня сегодня он, скорее всего, закроется уже ближе к ночи. Я сегодня вот поставил на раскачку. Как только я закрою 15-й, у меня откроется еще вот эта вот территория. В принципе, друзья, все, о чем я вам сегодня хотел рассказать, я вам рассказал. Вновь рекомендую вам подписываться на наш YouTube-канал Бабкина Крипта. Обязательно пишите комменты, ставьте лайки и жмите обязательно в колокол, чтобы точно ничего не пропускать. Меня зовут Марк, я благодарю каждого из вас за просмотр. С вами был канал Бабкина Крипта и самое главное, друзья, не теряйте свой кэш. Также, друзья, не забывайте добавляться к нам в чат. Здесь вы можете задавать все вопросы по данному проекту, еще и по другим проектам. Поэтому тоже, друзья, обязательно добавляйтесь. Чатик у нас очень ламповый, помогаем, отвечаем на вопросы, разбираем. В общем, заходите, точно не пожалеете 100%. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok